Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава называется «Хаей Сара», что переводится как «Жизнь Сары». Но на самом деле наша недельная глава говорит о процессе противоположном жизни, о том, как уходит Сара, о том, как Аврам ее оплакивает, о том, как Аврам выкупает гробницу семейную, об этом мы поговорим поподробнее потом, и процесс, который на первый взгляд кажется противоположным процессу жизни. Итак, для того, чтобы ответить на вопрос, почему так названа наша недельная глава, а название, как правило, выражает суть главы, мы сначала попробуем выяснить вообще, что такое жизнь, а что такое смерть. Что в Торе называется жизнь? Итак, есть фраза, которую говорят наши мудрецы, что праведники после смерти называются живыми, а живые при жизни, то есть грешники при жизни, зачастую называются мертвыми. То есть что же такое жизнь, что же такое смерть? Это два понятия, которые мы сейчас постараемся разобрать. И так объясняет Тора, что жизнь – это вещь, которая постоянная, то есть вещь, которая не имеет конца. Что мы знаем, что не имеет конца? Всевышний. Все остальное конечное, весь наш мир конечный. Поэтому Всевышний не имеет конца, и поэтому назван живой, постоянной живой. Та вещь, которая прекращается, ее уже невозможно назвать живой. Как пример, источник воды, который очищает, то есть микве. То есть он должен быть, эта речка или источник должен быть, который не пересыхает раз в 7 лет. Потому что если есть вообще возможность, что он пересохнет раз в 7 лет, это уже изначально не источник, он изначально не живой. То есть потому что есть конец. Значит, получается, что же мы можем сказать, что на самом деле никто из нас не живет на первый взгляд. Нет, отвечает Тора, что жизнь наша связана как раз именно со связью нашей со Всевышним. Тот момент, когда мы выполняем заповеди, тот момент, когда мы что-то делаем, связанное со Всевышним, мы прилипляем себя к источнику вечной жизни, и это по-настоящему называется жизнь. То есть жизнь, то, что отвечает Тора, это как раз связь со Всевышним. Если мы прилипнем к источнику жизни, то и сами мы будем живые. Именно поэтому мы знаем, что с приходом Машеха наши тела опять воскреснут. Итак, в первую очередь мы должны понять фразу, которая пишется в Торе, что Яков Ави, но наш проротец Яков не умер. И спрашивают на это Талмуд, спрашивают на это Тора, как не умер. Ведь мы знаем, мы рассказываем, как Якова хоронили. Его вышли, вывели из Египта, его вынесли из Египта, его тело, его тело бальзамировали, его тело вложили в Марат Макпила, о котором мы говорим, именно о том гробнице, семейной гробнице. И тем не менее пишется, что Яков Ави не умер. И спрашивают Талмуд, как же не умер? Мы же знаем, что в принципе мы читаем об этом, мы читаем все в Торе о том, что Яков Ави был похоронен. И ответ на этот вопрос кроется в том, что как он жив, как его семья живы, как его потомки живы, так и он жив. Помните знаменитую фразу, которую, я думаю, каждый из нас с вами знает? Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить. Как дело его живет, так и Ленин жив. То есть мы боимся этой фразы, потому что это коммунизм. Но на самом деле коммунисты, большинство было евреев, они забрали у нас основные идеи. Очень много идей божественных, которые есть в иудаизме, забрали у нас коммунисты. И эта идея, которая говорится, они тоже у нас забрали. Это были евреи, которые учились в Хедере. И они, наверное, выручили эту фразу, как сказано в Талмуде, что Яков живой, пока его дело живо, пока его потомки живы. Как Яков называется живой? То, что он смог воспитать всех своих потомков, которые пошли по пути Торы. И это говорит, что Яков действительно живой. И если бы у него не было потомков, которые не шли по пути Торы, то и жизнью бы это мы не могли назвать, потому что это было бы конечным результатом. То есть мы видим, что еще жизнь скроется в наших потомках. Если мы можем передать дальше, то мы себя передаем в наших потомках. И тем самым мы передаем дальше источник жизни. Это не прекращается. То есть мы знаем, что есть даже обычай передавать имена дедушек и бабушек. И мы видим, что то же имя существует еще раз. То есть мы видим, что жизнь продолжается. Это опять тот же Шмулик, это опять тот же Берл, это опять тот же кто-то, кто продолжает эту жизнь. Это намек на то, что жизнь не прекращается. То есть мы понимаем, что жизнь это не нахождение души в теле как таковой, а выражение души как таковой. А как душа выражается? Через Тор. То есть у праведников душа выражается через Тор. А так как мы сегодня говорим о такой праведнице, как Сара, то и выражение ее очень высокое, то есть оно выражается в Торе. И поэтому все, что мы видим, что ее дело как раз живет, и мы об этом поговорим подробнее. Но для начала я хотел привести еще несколько историй. Итак, я привожу вам две очень интересные истории. Итак, первая история про раб Иуду Анаси. Известно, что после того, как раб Иуда Анаси, то, что мы называем материальной смертью, когда мы не видим, как душа выходит, поэтому у праведников мы называем это истолкут, то есть то, что не переводится как смерть, а переводится как исчезновение, можно так перевести или другим словом, богатый и могучий русский язык. Итак, мы говорим о том, что праведник раб Иуда Анаси, после того, как он умер, его сыну не было 13 лет. И так как его сыну не было 13 лет, он не хотел оставлять свою жену одну, и каждую пятницу приходил, чтобы сделать ей кедуш. Да, после того, как его похоронили. То есть мы видим, что праведник, тела праведника вообще никак не ограничены, мы не можем это объяснить. И мы приведем несколько примеров. И вот один из примеров, который говорит о том, он приходил делать кедуш. Но однажды, в такой процесс, когда он делал кедуш, соседка, наши добрые соседи, услышала, что какой-то мужчина приходит к вдове, вдове, у которой маленький ребенок. И она решила посмотреть, что же это за мужчина. Она ворвалась в дверь, увидела раб Иуда Анаси, тут же упала в обморок, потеряла сознание. Пишется, после этого раб Иуда Анаси перестал приходить. Спрашивают наши мудрецы, почему перестал приходить. Потому что ему было неудобно перед другими праведниками. Потому что он был очень великий праведник, ему было неудобно, что другие праведники не могут это сделать. А он, да, мог это сделать. И чтобы не стеснять других праведников, он перестал приходить. Да, конечно, соседка там помогла, но опять же, разговор не об этом. И еще одну историю, которая очень интересная. Это история с рабы Лейзером, с шином раби Шимана Барихая. Так вот, раб Элизер, после того, как он умер, то есть ушел, он попросил его не хоронить, а поднять на крышу дома, потому что не было кому передать его учения, и были сложные вопросы. И он попросил, чтобы его положили на крышу дома, и там он находился от 18 до 20 лет, примерно, не помню точно, там пишет Торр, между 18 и 20 лет, то есть 20 лет практически находился там, и к нему приходили и задавали вопросы, когда были вопросы, с ним общались, то есть представьте себе, такое лежит тело, когда к нему приходят задавать вопросы, это тело начинает ожирать и разговаривать, да, то есть оно отвечает на вопросы. И вот приходили к нему такие были сеансы такого общения, и он отвечал на эти вопросы, в один из сеансов пишется, у него сухо вышел могильный червь, и спросили ученики, слушай, ты же праведник, как у тебя мог быть могильный червь, и он ответил, что один раз я слышал плохо о своем учителе, и я промолчал, и это то, что было наказание мне, что вышел могильный червь. Кстати, очень интересная вещь, пишется, что тела праведников не гниют, недавно я вспоминал, сейчас было по новой, там, Бейт Хаббат в Ростове, дом Рэба в Ростове, Рэба Рашаба, основатели Ишивы Хаббат, его полностью отреставрировали, отремонтировали, пишется, что как-то Советский Союз, при Советском Союзе решили, что нужно, то есть когда уже было, помимо, Советская власть, да, то есть они решили кладбище, убрать кладбище еврейское, вот, и сказали, что все, кто хотят, могут перезагрировать, и тогда начали перезагрировать также Рэба Рашаба, потому что кладбище должно было быть снесено. И люди ахнули, когда через несколько лет, после того, как тело было в земле, они раскрыли, да, то есть могилу, и они увидели, что тело как было, так и осталось, как будто бы его только сейчас положили в землю. Да, действительно, понятно, что это чудеса, и не первый раз мы об этом слышим, и праведники, тела особые, они не гниют, да, то есть они заслуживают особого такого предрасположения сверху. Здесь мы с вами отвечаем на вопрос, что такое жизнь в понятии Торы. Жизнь в понятии Торы это не существование, это не обмен веществ, это не химические реакции, потому что химические реакции могут быть, могут не быть. А что значит человек живет? Что по-настоящему жизнь? Помните песню «Есть только миг между прошлым и будущим», да, что такое жизнь? Что наша жизнь? То есть наша жизнь, это наши дела, это наши Торы, это наши соблюдения, это наши подонки, это то, что мы передаем дальше, да, то есть мы можем 120 лет заниматься ерундой в этом мире, и это не назовет жизнь. То есть человек изначально мертвый, у него нет продолжения, у него нет ничего, что может продолжать, поэтому так важно, чтобы у нас была семья, так важно, чтобы у нас были дети, и мы об этом поговорим с вами, и мы увидим. Что же такое жизнь, как таковая, да, в понимании, еще раз, праведность, почему именно про Сару пишется, что это была именно жизнь Сары, а не, не дай бог, обратная сторона жизни. Сара в корне отличается от Авраама, в корне она отличается от Авраама. Авраам был отец для всех народов, то есть пишется «Ам, Амонг, Гаим», то есть у него были также и евреи дети, и он занимался Ишмаэлем. Все, с Сарой мы видим, что она занималась только Ицхаком. Она знала, что Ицхак – это будущее еврейского народа, именно в нем будет еврейский народ, именно в нем Сара полностью себя всего сосредоточила, и при жизни Авраам с ней не то что спорил, он как бы может был не согласен, но он выполнял, потому что Всевышний говорил, что так нужно поступать, и Авраам принимал, зная, что Сара стоит на более высоком уровне святости, он принимал мнение Сары. Итак, мы видим, что большую часть жизни Сара отдает Ицхаку. Именно Ицхак в Ицхаке должно быть провести семье. И после ухода Сары, первым делом, чем занимается Авраам практически, он занимается женитьба Ицхака, то есть он занимается именно Ицхаком. Также вторая вещь, мы видим, что он сосредотачивается тоже на Ицхаке, то есть он посылает своего слугу Элейзера к Ицхаку, он посылает найти жену для Ицхака, это отдельная тема, мы еще об этом поговорим, но он посылает, чтобы найти жену. То есть он занимается именно своим сыном Ицхаком, который является продолжением еврейского народа. Он принимает сторону Сары, то есть он продолжает дело Сары, в первую очередь после ее ухода он понимает ее правоту, и тут мы видим, что он продолжает ее дело, он отсылает Элейзера. Ему недостаточно, чтобы Элейзер, который был его слугой и понимал то, что он хочет, дал именно свою дочку, потому что у самого Элейзера была дочка, он мечтал отдать ее за Авраама, но он говорит, ты не подходишь, должна быть особая душа, потому что мой сын отделяется от всех, то есть мой сын другой. То есть ты и мой сын, это разные две большие разницы, как говорится, то есть мой сын это одно, твоя дочь это другое, все, он еврейский народ, он прародитель еврейского народа, у него особое будущее, у него особая связь, у него особое отношение, то есть и Авраам это принимает, и он говорит это Элейзеру, он говорит, нет, твоя дочка не подходит для моего сына, потому что мой сын особый. И последняя вещь, которую мы видим и знаем, что сам Ицхак возвращает Агар, которая была первая жена Авраама, не жена, а на Орнице Авраама, он возвращает на Орницу Авраама, чтобы она опять с ним жила, она рожает ему шесть детей, да, и Медраш рассказывает, что Авраам отсылает всех этих детей на Дальний Восток, да, и дает им азы колдовства, азы всех знаний, то есть знания науки, знаний, тогда науки знаний, тех знаний, которые, может, мы сейчас бы назвали шаманством или еще чем-то, но это другая история, да, он направляет их на Дальний Восток, и там остаются его шесть потомков, да, которые он отправляет, потому что говорит, они это другое, Ицхак это основное, то есть и мы видим, что именно действие, которое Сара начала, оно и продолжает, и мы говорим о годах жизни, что они были полные годы жизни Сары и так далее, и так далее, что она все, 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 то есть мы видим, что ее жизнь, ее идея и ее дело как раз продолжается в нашей недельной главе, что все ее дело, оно цветет, и Авраам принимает полностью ее сторону, сосредотачивается полностью на Ицхаке, и именно Ицхак для него сейчас основное движение вперед, и это ответ на то, что именно наша недельная глава называется жизнь Сары. Но теперь я хотел перейти к особому вопросу, какой особый вопрос, который мы задаем, почему Авраам в нашей недельной главе рассказывается, уделяет такое место телу, если мы сказали, что жизнь человека это не тело, что тело является только оболочкой, через которую проявляются разные функции, и мы служим Всевышнему, но почему к телу есть такое особое отношение? Абраам, который узнает, да, что Маарата Махпала, то есть пещера про отцов Махпала, двойная то, что переводится, что там были похоронены пара, то есть Адам и Хава, то есть он, проходя, почувствовал там особый запах ганеда на рае, и он увидел, что там покоится Адам и Хава, это отдельная история, которая рассказывается, и он уже решил тогда, что это будет семейная могила, семейный склеп, в котором будут похоронены именно евреи. То есть здесь мы опять же подчеркиваем, Авраам опять же выделяет ту часть, что если до этого там были первые люди, то есть они были прародителями всех народов, то сейчас он сосредотачивается как раз на еврейском народе, он делает именно этот участок именно для еврейского народа, он хочет его выкупить, и для него это очень важно. И Авраам готов пойти до последнего торга, да, для того, чтобы выкупить именно этот участок, и он обращается к сыновьям Хета, да, то есть он говорит, что дайте мне, пожалуйста, этот участок похоронить, так как я тут житель и все остальное. И Раша там приводит, что он начинает с ними торг, на первый взгляд, да, то есть как бы, и он говорит, что я вообще имею право, если вы дадите, нет, продайте. То есть потом выходит глава, там, этой, то есть хозяин этого, и парон, и парон начинает с ним говорить, он говорит, ой, ты такой большой человек, ты такой хороший, ты такой, это вот, конечно, возьми участок, который ты хочешь бесплатно, да, он говорит, возьми его бесплатно, но он бесплатно повторяет несколько раз, да, что Авраам намекает и говорит, что вот я даю тебе бесплатно. Авраам не хочет бесплатно, да, то есть он не просто не хочет бесплатно, он говорит, я выкуплю у тебя по полной стоимости этот участок. Почему ему важна полная стоимость? Потому что он не хочет дать заслугу Эйфрону, да, или еще кому-то, потому что он хочет, за заповедь нужно платить, так говорится в Зори, что Тора и все, что идет со святости, не дается просто так. Хинам бесплатно обычно дается не Тора, а наоборот, именно другая сторона, он не хочет получить что-то бесплатно, чтобы кто-то получил заслугу за это, он хочет заслугу выкупить себе, поэтому он платит за заслугу, он платит за заповедь, и он готов выплатить полностью Махир Малэ, да, но здесь, как в том знаменитом, это вот, давай поделим по-братски, давай не по-братски, давай по-честному. То есть это такой уже практический совет, когда кто-то говорит, ой, я тебе сделал по своей цене, ой, что между нами, да, друзьями, давай мы по-дружески, то есть, ну, иди ко мне, да, то есть он говорит, я тебе сделаю скидку, я тебе сделаю, не надо, надо договариваться, как говорится, на берегу. Что значит договариваться на берегу? Как правило, мы видим в торге, когда человек не называет тебе цену и говорит, я тебе сделаю хорошо, что такое, потом он говорит, да, заплати мне цену, ну, что такое, ну, говорит, что подумаешь, что такое 400 шекелей, да, что такое 400 шекелей, да, что такое 400 шекелей, да, такое между нами друзьями по-дружески не надо по-дружески дайте столько сколько она стоит дает честную цену сколько он сказал он сказал 400 шекелей чтобы мы поняли что такое 400 шекелей давайте обратим внимание что вам приходит шхем и там покупает до большой участок для своего огромнейших стадов которых у него были большие он был очень очень богатый он покупает громаднейшие поля за 4 шекеля то есть четыре шекеля о 4 кикар кассе да то есть он покупает за 4 кикар кассе он покупает целый участок огромнейший за 400 в 100 раз больше за 400 можно выкупить всю землю израиля также пишется что описывается что он как бы выкупил всю землю израиля он выкупил весь хеврон кстати последствия еврейский народ несколько раз выкупал хеврон у арабов у кого только у шейхов и всех выкупал хеврон и тем не менее не говоря что это их не земля но это отдельная тема и он выкупает вечное владение что выкупает хеврон он выкупает именно малах мара там их было там место где мы можем семейную гробницу для еврейского народа для наших праведников которые там будет похоронен потом я к будет похоронена его жена одна из жён будет похоронен цхак его жена то есть все наши родители похоронены как раз там працы и так кроме рахэля это отдельная история тоже которым обновили ну послушайте абраам готов был потратить 400 шекелей до 400 кикара кессер да он готов был потратить на то чтобы похоронить тело неужели у него похоронить просто так почему такое отношение в еврейской истории к телу вообще вы знаете что даже первосвящение который идет на службу в храме если он видит не дай бог что кто-то умер и никому его похоронить он обязан заняться похоронами это называется хэшэдж элемент то есть это истинное милосердие что значит истинное милосердие именно заняться похоронами близкого человека и даже не близкого постороннего человека которого ты не знаешь кто он и что он но ты знаешь что он еврей который никому похоронить это должен заниматься этим это считается одной из важнейших заповедей что даже служба в храме отменяется. Что же есть в таком теле? Почему у нас тело такое важно? Почему так важно, чтобы были похороны по всем обычаям еврейского народа? Я хотел рассказать, напомнить вам историю, очень интересная история, когда советские, российские войска вошли в Сирию и Натаньял обратился к Путину о том, чтобы президент Российской Федерации помог вытащить тела у убитых солдат, которые так долго не могли вытащить, и он был восхищен, президент России. Почему? Что мог попросить Натаньял? И Натаньял просит у него то, что важно для нас, это тела наших солдат. И мы знаем, насколько есть отношение к еврейскому телу, что оно святое, что для нас особое отношение идет у еврейского тела к телу, отношение очень благовейное. Для многих неевреев вообще нет такой важности в теле, они даже его сжигают. Почему? Потому что они считают, что тело это источник вожделений. И поэтому оно изначально враг божественности. Мы же знаем наоборот, что тело это не враг божественности, а это друг божественности. Только через тело мы можем соединиться со Всевышним. Так Всевышний дал. И мы видим это на примере в сегодняшней недельной главе, что когда Абрам посылает слугу Элиэзера, чтобы он выполнил поручение, он просит с него клятву. Какую клятву он берет? Он говорит засунь мне руку тахат и рехи, то есть дотронься до моего обрезания. Спрашивается, почему обрезание? Потому что нужно было соприкоснуться со святой вещью. А какая святая вещь единственная, которая была у Авраама, которой было заповедано именно Всевышним? Это заповедь обрезания. И поэтому не было, сейчас можно тронуться до Тфилина, до любой другой святой вещи, потому что вещь поднимает святость. То есть тело, в котором находилась душа, приобретает определенную святость. И поэтому оно само освещается. Из-за того, что в нем было проявление Всевышнего, в нем светил свет Всевышнего, и он остался, этот свет есть в нем, поэтому к телу есть особое отношение, как человека живого, так и к человеку мертвого, не меньше, чем к человеку живому. Тело это посланник, который выполняет функцию для связи нас с Богом, выполняет посланничество Бога в этом мире. Он выполняет волю Бога, он как слуга. Поэтому телу нужна особая награда. И награда телу, это уважение к Богу. Богу, которому это тело служило, когда оно было при жизни. Именно это особое уважение, потому что пишется по образу и подобию человек сотворен, не путайте с христианством. Образы и подобия это духовные сферы и духовные оболочки, которые есть в теле. И поэтому тело имеет особую важность, даже после того, как душа с него выходит. И мы знаем, что с приходом Ашеха мы обратно восстанем. И рассказывается, что почему тело должно быть предано земле, потому что это подобие тому, как семя, как какое-то семя ложат в землю, и оно прорастает. Что происходит с семечком, которое ложат в землю семенами? Оно мирокевит, оно как бы поглощается землей, оно гниет в земле, на первый взгляд. И человек, который не понимает, он скажет, что вы испортили семена, они прогнили. Они не прогнили, они связались с землей, и они прорастают, они дают плоды. И так же пишется, что с приходом Ашеха из косточки луз, которая есть у каждого еврея, у каждого человека, с этой косточки нарастет тело, и с этой косточки, когда придет Ашех, тела опять воскреснут и поднимутся из мертвых. Именно здесь есть огромнейшая связь тела вместе с приходом Ашеха, и о том, что тело будет вознаграждено за то, что оно было источником, в котором проявлялся Бог. Это награда, особая награда телу, потому что оно осветилось, оно стало святое. И мы имеем дело со святым телом, и к святому телу надо относиться со соответствующей святости, что очень важно похоронить по всем обычаям, очень важно, чтобы тело было погребено и выполнило, и оно как бы проросло, то есть оно связывается с землей и потом прорастает. Мы уже говорили, что тела праведников вообще не гниют, потому что они настолько освещают, что они уже прорастают, как бы они уже являются особым светом, да, то есть оно уже готово, то есть оно, чем больше человек соблюдает заповеди, тем больше он связан со Всевышним, тем больше его тело не подвластно вообще процессу как таковому гниению. Еще особая вещь, это в дате смерти праведника, что тот день, когда праведник уходит с этого мира, дата смерти даже считается выше, чем дата дня рождения. Почему? Потому что день рождения это потенциал, который дает тебе Всевышний в этот день, то есть это возможность тебя выполнить. День ухода с этого мира, это потенциал, который уже выполнен. Выполнен или, не дай бог, не выполнен, но это тот потенциал, который был дан тебе, который ты мог осуществить. И само момент выхода тела из души, души из тела и является тем апогеей, то есть жизни человека. Теперь, что касается поэтому Йорцит, мы отмечаем каждый Йорцит, есть определенный подъем и определенные дела, и все, и мы говорим о связи даже после смерти с телом, да, то есть душа даже после смерти как-то связана с телом, потому что это есть определенная связь. Праведники в день своей смерти достигают апогеи, так как вся их жизнь это служение Всевышнего, да, то они выполняют полностью эту функцию, за которой они пришли в этот мир. И поэтому в день ухода праведник это самый светлый день. Почему? Потому что в этот день поднимается душа из тела, выполнив все условия, которые она делает в этом тело. Как говорил Рабнахман из Бресла, он говорил перед уходом, наконец-то я скину с себя эту рубашонку, да, то есть что тело ему мешало проявиться по-настоящему, раскрыться и соединиться к Всевышнему, то есть она помогала, но после ухода, да, в его день он говорит, все, теперь эта рубашка мне не нужна, да, и как говорили там многие, там, он тоже говорил Леобицы, который похоронен в Алмате, он говорил, что вот-вот-вот надо перебраться на ту сторону. Что значит перебраться на ту сторону? Ну, это другая сторона, но тело остается святое, поэтому у нас есть определенная связь с телом, и телом, особенно праведником, которое очень святое, и мы приходим на кладбище, потому что душа там проявляется, имеет какую-то определенную связь с телом, и в Йорксе, готовщину мы делаем. Один раз любайческий рэбб, к нему пришли на прием люди, и они попросили утешения, потому что у них погиб там ребенок, и они, и тогда рэбб им сказал, смотрите, он сказал такую фразу очень тяжелую, он говорит, представьте себе, что ваш ребенок не погиб, да, вам бы было легче, он говорит, конечно легче, представьте себе, что он уехал куда-то далеко, и у вас потеряно с ним связи, потеряно с ним все, вы не знаете куда. Это было бы легче? Да, было бы легче. Говорит, а представьте, что вы даже смогли бы ему отправлять письма или какие-то подарки, да, то есть, так вот, представьте себе, что ваш ребенок после ухода находится в будущем мире, в будущем мире, этого рядом со Всевышним. И он чувствует вас, и он знает, что вы рядом, и он чувствует связь с вами. И каждое ваше дело, это как подарок, который вы можете передать этому ребенку. Поэтому любое доброе дело, сделанное в заслугу наших родителей, это огромнейший подарок для них и подъем их души и их тела, даже тело, которое уже погреблено. Когда мы делаем что-то в заслугу, как построена наша синагога, в заслугу мамы Александра Антоновича, в заслугу папы Александра Антоновича, построена еще синагога, это все подымает. Даже после смерти мы продолжаем их дело, и они действительно по-настоящему живые. Поэтому давайте, чтобы мы по-настоящему жили, нам нужна эта жизнь, и эта жизнь во Всевышнем. И опять же, вы знаете, мы всех вас ждем, выполняя заповедь, присоединимся к вечному источнику жизни. До новых встреч!